Здравствуйте, дорогие друзья! Зрители, которые следят за нашим каналом с самого его основания, прекрасно помнят, что помимо собаки Марты, с нами проживает белоснежный пёс Бакс. Но последние годы он жил в квартире родителей, и вы его не видели. Завтра произойдёт просто великое событие, ну не для меня, а в первую очередь, наверное, для наших собак. И Марта встретится с Басей. Последний раз они виделись в 2018 году. Представляете, как много лет прошло. И вот завтра, в воскресенье, они увидятся. Давайте, чтобы не томить ваши ожидания, я пожелаю вам просто прекрасной субботы. Пусть она у вас и у нас пройдёт просто на 5 баллов. И буквально за щелчок пальцев мы переносимся в следующий день и смотрим на эту долгожданную встречу. Главное, чтобы собаки друг друга узнали. Итак, раз, два, три. В воскресенье меня перенеси. Доброе утро. 5 часов утра. Жду приезда Баси. О, Бася едет. Полчаса не получается выехать с вокзала. Никто не хочет брать нашего очаровательного пса. Вот. В итоге почти за 600 рублей удалось найти машину. И сейчас мы поедем домой. Наконец-то. Ну что, ребят, мы с Баси возле нашего дома. Сейчас воскресенье, 6 часов утра. И пора заходить. Устраивать долгожданную встречу между Басей и Мартой. Единственное, самое главное, чтобы они не расшумелись и соседей не разбудили. Басюша, пошли. Пошли к твоей подруге. Пойдём. Так, Бася уже здесь. Марта тут. Тихо, Марта, ты что? Не лай. Тихо, тихо. Так, тихо. Мы готовы? Не поняли, что произошло ещё пока. Хозяин, это чё, Баси что ли? Ёшкин крот. Хозяин. После стольки лет. Бася, Бася, шок. Он же не был ни разу здесь. Всё, всё, всё. Всё, всё, всё. Бася, Бася. Хе-хе-хе, Бася. Я, друзья, не могу сейчас громко говорить, очень быть эмоциональным, потому что, повторюсь, сейчас раннее утро, утро выходного дня. Мы живём в многоквартирном доме, и здесь, ну как бы не надо шуметь в такое время года. Дня. В такое время дня, да. Соседи будут не рады. Сейчас несколько часов пройдут, все проснутся, и часов в 10, наверное, утра я запишу для вас более громкое видео. Всё, всё, вот встреча состоялась. Все пришли познакомиться с Басей. Ну, видите, у нас кошки привыкли видеть, ну, во-первых, и Марту, и периодически других собак дома. Поэтому они, конечно, они могут с осторожностью относиться, особенно первое время, ну, потом быстро привыкают. Ну, а рыжему псу вообще всё по барабану. Это настоящий пёс нашей семьи. Это как наша третья собака. Он намного больше любит именно собак, нежели кошек. Вот Муська с Алиской более осторожны. Ну, это первое время. Да, Баська. Баська, ты уже и от большого количества кошек отвык, да, и от птиц тем более. Эх ты, белый писёнок. Мне придётся часов до девяти, до десяти здесь побыть с ними, чтобы они не начали лаять. Вот, потом мы с ними сходим на прогулку в лес, да, чтобы они порезвились, побегали. Вот, а потом уже нужно будет нормально их уже вместе с кошками подержать. Мне нужно удостовериться, что Бася нормально в этой экосистеме существует с ними всеми. Вот, и только потом я смогу их оставлять дома одних. Вот, и то, наверное, буду включать камеру, чтобы удалённо за ними смотреть первое время. О, блин, разголоделись. Марты, мою подушку... Ай, ну вот, я говорил, да, вот здесь я буду сейчас лежать, посплю немножко. Вот, это мой коврик, это моя подуха. Басенька, всё, отдыхай, дорога была долгая. Отдохни немножко. Всё, мне нужно поспать. Ребят, спите как можно дольше, высыпайтесь. Сон, это здоровье. Всё, посплю немножко, попозже выйду на связь. Всё, детки, немножко поспать. Потом гулять пойдём. Что, Бась, слово услышал знакомое, да? Да, Господи, куда вы... Идите спать. Идите, всё, дайте я посплю немножко. Да ёпам. Ну что, друзья, доброе утро. Несколько часов прошло. Сейчас почти 8 часов утра. Я нормально так и не заснул. Короче, валялся с собаками, болтал с ними, чесал их, гладил и смотрел кино. Сейчас быстренько обслужу всех животных, птичек выпущу гулять, и мы пойдём гулять с этими двумя пушистыми оглоблями. Котики, доброе утро. Уже только что поели, да? Василий? Василий, скажи, наелся от души. Он уже как солнышко светит. Всё, пошли птичек выпускать. Мурка, ты просто красавица. Вот показатель того, что наступает весна. Посмотрите, как здорово лучики солнца проходят в комнату и светят. Светят прямо в кабачковые клетки. Ну что, доброе утро, доброе утро. Всех выпускаем. Выпускаем, выпускаем, выпускаем. Итак, бабайка. Иди гулять. Ты вообще не в своей клетке, Россия. Так, эти уже улетели. Дуня, Чернышка. Пикуль. Забыл, прикиньте. Пенка. Давайте все гулять. Гулять, 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 ребята, гулять. Давайте всё гулять. Хват. Айка. Как дела? Ну, какая красота за окном. Солнышко светит. Всё, пусть птички целый день гуляют. Вы знаете, что они с самого утра у нас на выгуле. А я пошёл гулять. С Мартой и Басей. Ну, чё, я готов. Вы готовы? Хозяин, мы готовы с Басей. Ну, чё? Ну, чё? Ну, чё, друзья, вот такой красивый рассвет нас встречает. И Марту и Басю отпустил. Они уже вон туда далеко убежали. Эй! Да, всё, я больше не нужен. Папка больше не нужен. Бася, Бася, Бася. Вот, пёс, довольный. Привет. Ну, а ты чё? Еле-еле душа в теле. Вот они вспомнили былые времена и прям вместе бегали, носились. Только что сами видели, как от меня убежали. Чё, довольная жопа. Довольная, да. Ну, пошли, пройдёмся. Пойдём, пойдём, пойдём. Пойдём. Давай к Басе вперёд. Давай, пошли. Какая красота. Какая красота, друзья. Белый пёс. Ты доволен? Да всё. Бегают все спокойно, играют. Единственное, что хочу добавить, если бы я привёз его днём или вечером, когда можно шуметь, встреча была бы, наверное, более эмоциональной и громкой. А когда они пытались лаять, я им каждый раз говорю, тихо-тихо, ребята, разбудите весь дом. Ну, сами понимаете, пять часов утра, около шести, шуметь нежелательно. Ещё и выходной день. На какое время Басе у нас? Ну, по идее, не навсегда. Скоро он, скорее всего, вернётся обратно в родительский дом. Вот. И чуть попозже к нам приедут кошки. Ну, в общем, пока не всё так понятно. В общем, скажу так. На данный момент эти двое вместе. Это пушистая команда. Что будет дальше? Уже посмотрим по ходу событий. Вот. И что я ещё хотел сказать? А, ну, места, конечно, в квартире мало. Вообще мало. Очень мало. Поэтому я везде открою комнаты, чтобы собаки могли быть. На кухне, в коридоре, в кладовке, в ванной комнате. Видите, очень много птиц. Если бы... Ох, красота! Если бы птиц было мало, я бы просто переместил бы их на кухню, а собаки жили бы у меня в комнате с кошками вместе. Вот. Но птиц очень много. И такое количество птиц консервировать на кухне я не хочу. Пристроить я так никого и не могу. Вот такие дела, в общем. Ну, ничего. Как-то... Как-то разберёмся. И в конце концов компенсировать маленькую площадь собачьего жилища я буду долгими-долгими прогулками на свежем воздухе, чтобы они уставали и приходили домой и спали максимально долгое количество времени. Вот так. Ну что, Марта, Бася, идите сюда. Давайте ещё раз скажем привет. Марта, Бася, идите сюда. Иди сюда. Так, Мартуль, ты первая? Подойди, покажи морду. Марта, ты рада? Хозяин, Бася приехал. Ну, я так-то рада, но мне что, с ним гости придётся делить, что ли? Это не дело. Бася, Бася, иди сюда. Иди сюда. Басю, Басюш. Да всё. Ну ладно. Всё, они вместе. Вот я говорю, как раньше ходили, так же и это. Бас, иди сюда, покажи морду. Бася. Да всё. Ну что, ребят, встреча собак состоялась. Извиняюсь, не буду растягивать видео. Потом обязательно сниму их длительные интересные прогулки. Так, это Марта. Где Басюш? Басюша! Вон, убежал. Это ты? Иди сюда, Бась. В общем, всё. Это двоица будут гулять, нагуливаться. Пусть гуляют, ребят. Всё, будем видеться. Будем видеться. Всего вам самого хорошего, друзья. Здорово. Конечно, очень здорово. Эй. Да. Да, довольная собака. Ну что, ты рада, что Бась с тобой? Иди сюда. Вот. Белый пёс. Всё, увидимся, дорогие друзья. Увидимся. Уронили Мишку на пол. На тебе. Опа. Марта, Бася, иди сюда. Уронили Мишку на пол. Уронили Мишку на пол. Уронили Мишку на пол. Уронили Мишку на пол.